Всем привет! Одно слово. Время. Время показывает, кто есть кто. Время, как говорится, лучший доктор. Ну и все такое. Смотрите, в 2020 году Авакова вызвали в Верховную Раду, я думаю вы помните, да, и там он давал отчет. И в принципе в то же самое практически время Геращенко, находясь под стенами Верховной Рады, давал интервью. И вот вы просто сопоставьте, что говорят Аваков и Геращенко. Я считаю, что переаттестация, организованная Хатей Деканаидзе, привела к развалу полиции и в том числе не дала никакого результата. Раскрытие убийств в 2020 году складает 92%. Привела к развалу полиции. Тяжких телесных ушкоджин – 92%. В том числе не дала никакого результата. Тяжких телесных ушкоджин со смертельными наследками – 91%. И в том числе не дала никакого результата. Сгвалтувань – 91%. Геращенко заявляет, что Деканаидзе провалила аттестацию и ее работа не привела ни к каким результатам. Но при этом Аваков рассказывает, что результаты у национальной полиции просто зашкаливают. Раскрываемость – 91-92% с хвостиком. И это результат провала работы Хатти и Деканаидзе фактически. Интересно, если бы по мнению Геращенко Деканаидзе не провалила реформу и переаттестацию, какие были бы сейчас показатели? 120% раскрываемость? Или может быть 180%? Но вы не думайте. Я ни в коем случае не защищаю Хатти и Деканаидзе, потому что… Ну вот смотрите еще раз. 2016 год. Хатти и Деканаидзе. Так называемая презумпция правоты полицейского, конечно, это не будет как отдельный законодательный акт или как отдельный закон. И ни в коем случае никто не должен подумать, что расширили или уточнили прав полицейских, после этого как-то мы будем нивелировать, например, норму Конституции о презумпции невиновности. Ни в коем случае. Мы хотим реально уточнить норму, когда полицейский останавливает человека, транспортное средство в том числе, и предупреждает водителя или пассажира салона, что нельзя покидать салон автотранспорта. Уточнить порядок предавления документов водителям транспортных средств, полицейскому. Что сейчас у нас есть? У нас есть, что водитель, например, предъявляет документы. Будем уточнять, что водитель должен передать документы для того, чтобы полицейский проверил документы. То же самое хотим уточнить меру, например, проведения осмотра водителя транспортного средства на предмет алкогольного либо наркотического опьянения без участия свидетелей. Хотим реально еще уточнить меру и право полицейских на сход транспортного средства, его багажного отделения и салона. Вот это в 2016 году Хатия де Канаидзе, исполняя фактически волю Авакова, рассказывает о том, что было бы неплохо принять тот самый закон, который раньше называли законом подчиняйся, а потом обжалуй. И вот в то время, когда она пропихивала тоже этот закон, ее Гераченко особо не критиковала, потому что она была своя. Она была в команде, она была исполнителем воли Авакова. Но поскольку сейчас она уже давным-давно не находится во власти, не занимает никакой пост, конечно же, можно на нее все спихивать. Это, в принципе, такая, знаете, довольно традиционная тема в Украине, когда все у нас любят спихнуть на попередниках. Вот один в один. При этом, буквально сегодня, открываю я и фейсбук Гераченко, и он там описывает про этот самый закон 2695 законопроект. И там снова он пишет, что этот законопроект направлен на то, чтобы решить вопрос с пьяными, бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, опять, он пишет только вот ту часть, которая касается пьяных за рулем. Все остальное он просто, знаете, опускает. То есть, он об этом вообще ничего не говорит. Это разве не манипуляция Гераченко? Понимаете, и вот я к чему ввел это все, да? Время, время. Время показывает, что тогда деканаидзе им была нужна, как исполнитель воли. Сейчас им деканаидзе не нужна. Поймите, им плевать на наши с вами права, на наши с вами свободы. Они хотят власти. Чем больше, тем лучше. И они постоянно врут. И врут уже настолько, что просто завираются, понимаете? Аваков говорит, что раскрываемость 91-92%. А Гераченко говорит, что у нас развал полиции. Я не могу найти ни одного примера, где была бы развалена полиция, но раскрываемость составляла более 90%. Такого не существует в мире. Это только в их больных фантазиях существуют вот эти вот все цифры и обвинения. Понимаете? А деканаидзе, она такая же самая, как и они все. Не нужно ее, как бы, не думайте, я ее не защищаю. Она была просто пешкой в руках вот этих. Теперь она выброшена, скажем так, за пределы всей этой истории. Теперь на нее, конечно же, можно вешать все, что угодно. Поэтому не верьте им, пожалуйста. Они постоянно врут. Единственный раз, когда один из реформаторов сказал правду, был вот этот момент. Не доверяйте нам. Не доверяйте нам. Особенно не доверяйте словам. Судите нас по делам. И строго. Новый день уже за дверима. Субтитры сделал DimaTorzok